Это мой гид в мир шеринг-экономики. Также ее называют экономика совместного пользования. Несколько кликов, и я могу найти попутчика в следующую поездку на машине или курьера, который доставит мне тарелки и коврик из Икеи. Шеринг-экономика базируется на том, что люди совместно используют продукты, сервисы, бесплатно или за оплату, организовывая обмен совместное пользование через интернет. Экономика совместного использования – это социальное явление, которое меняет потребительские привычки и традиционные бизнесы. Когда речь заходит о шеринговой бизнес-модели, то первыми приходят на ум Uber и Airbnb. Эти компании появились в 2009 и 2008 году соответственно. Да, 2008 год, когда мир накрыл глобальный экономический кризис, и он в том числе способствовал развитию экономики совместного пользования. Но концепция шеринг-экономики зародилась гораздо раньше. Давайте копнем сначала в эпоху мамонтов, а затем вернемся к интернету, айфонам и убьюризации. Еще в каменном веке люди жили в режиме постоянного обмена и совместного пользования ресурсами. Поширить еду и дать укрытие было не просто проявлением доброты и сострадания, а частью стратегии выживания. Хотя, конечно, делиться и рассчитывать, что поделятся с тобой, в основе этого лежало доверие. Доверяй и делись. Но большинство назовет этот принцип более прозаично. Натуральный обмен. Человечество развивалось, развивались технологии. Обмен и совместное пользование ресурсами в каждую эпоху имело разные масштабы и исторический контекст. Оставим мамонтов в покое, переместимся во времена где-то между мамонтами и айфонами. А именно в годы после Второй мировой войны. Произошел резкий скачок экономики. Государства старались как можно скорее возобновить благополучие граждан, чтобы у каждого были чувства безопасности, стабильная работа, желание завести семью и родить побольше детей и за всем этим способность к активному потреблению. Чтобы опомниться от разрушений Второй мировой войны и отстроить стабильную экономику, нужны были не только усердные работники, а и платежеспособные потребители. Постепенно бэби-бумеры, родители миллениалов, забывали послевоенные тяготы. Они покупали и стремились покупать еще больше. Именно идея владения чем-то лежала в основе экономических моделей. Для людей было важно иметь свою квартиру, а не арендовать жилье. Иметь свою собственную машину, телевизор, стиральную машину и еще сотни вещей, о которых можно сказать «моё», «моя собственность». Потому что идею владения напрямую связывали с уровнем благополучия. Больше собственности равно больше удовольствия от жизни, больше счастья. Эта схема успешно поддерживалась до тех пор, пока не выросло новое поколение миллениалов. Каждое поколение делает переоценку ценностей, пропагандирует другой стиль жизни и, конечно же, экономика отражает новые времена и новые запросы. Слом произошел тогда, когда оказалось, что товарно-денежные отношения могут строиться не только на традиционной связи между использованием и обладанием неким предметом. Потребитель может получить все преимущества от использования продукта, сервиса без необходимости покупать и владеть. Основная часть бизнеса, которая у нас есть, направлена на перемещение в рамках центра города полтора километра, два километра. То есть сервис в последнем мире для того, чтобы мы закрывали вопросы, связанные с экологией. Мы отстаиваем позицию, что в центре горы наибольшее количество пробок, и, соответственно, мы хотим, чтобы там этого уменьшалось. Больше экологии, соответственно, сервисы коротких поездок и самокат-шеринг непосредственно являются таким вот двигателем этого направления. Сколько у вас самокатов сейчас? Смотри, у нас сейчас 900 самокатов, и до конца года мы откроем 2000, но это мы на несколько городов зашли. Это сейчас 4, и будет еще 2, Харьков и Запорожье. Сейчас у нас Киев, Одесса, Львов и Днепр. А у нас при меньшем количестве самокатов транзакций не меньше, чем у тех, у кого больше самокатов. И у нас не показатель больше самокатов, это просто как маркетинговый такой ход, все сравнивают 900 самокатов, и из них там 500 стоят, заражаются, а наши все самокаты практически на улице. У нас единицы, которые приезжают на ремонт, и наши классные механики пытаются их быстрее отремонтировать, и вечером на улицу, на улицу. Как ты относишься к людям, которые говорят, шеринг неинтересен самокатов, я лучше себе пойду сейчас в Комфе, в Эльдорадо, куплю себе самокат и буду кататься? Мы в любом случае поддерживаем этих людей, потому что они, взяв, попробовав, пришли к ним, try, делают где-то buy. Да, если мы там замыкаем цикл продаж, мы еще там buy какой-то осуществляем, продаем им, да. Окей, но мы не занимаемся непосредственно продажами самокатов, мы занимаемся шерингом. Это возможность для тех, у кого нет там 23-25 тысяч гривен, сразу одновременно пойти выкинуть. И ему этот самокат, скорее всего, нужен постоянно здесь и сейчас. Шеринг же подразумевает под собой то, что самокаты стоят где-то по городу, на каких-то определенных локациях, или где-то кто-то когда-то оставил, и там кто-то другой взял и воспользовался. Что по поводу цен? Вы самые дешевые? У нас самая дешевая точка входа с точки зрения разблокировки 8 гривен. У нас 1,9 гривен минута проезда, а в выходные это 2,5. Но мы на входе берем 200 гривен. Самокатов в Киеве становится все больше. Смотри, бренда уже Scroll, BikeNow, Scroll. В Киеве единственное, что не хватает. Смотри, сначала запустили велики BikeNow и уже запустили самокаты. Давай попробуем, как это вообще работает. Мне выскакивает ссылочка. Так, скачать в Apple Store. Уже вижу лишнюю ссылку, честно говоря. Можно было этого избежать, чтобы сразу бросало. Ввожу номер телефона. Сейчас мне приходит смс-ка, смс-ка уже пришла. Слушай, а я переживал, что у нас так много информации во время загрузки. Оказывается, у нас еще немного. Блин. Получается, я не могу оплатить, короче, Apple Pay, понимаешь, проблема. Например, в других самокатах я могу оплатить Apple Pay сразу. А здесь меня просят карту ввести. А номер карты-то я не помню, понимаешь. Пойдем к другому самокату. Что же мотивировало людей отказаться от обязательного владения и начать играть по законам шеринговой экономики? Во-первых, вещи стало дешевле делить. Совместно использовать, а не обладать ими единолично. Темпы роста человечества оказались слишком высокими, чтобы обеспечить каждого пакета минимум. Из квартиры, машины и кучи материальных плюшек в довесах. Во-вторых, люди стали больше ценить мобильность и душевный комфорт. Привязываться к конкретному месту, накапливать имущество. Десятилетиями работать на одну и ту же компанию, экономить на развлечениях, выплачивая кредиты за жилье, технику. Это не про миллениалов. Куда круче жить так, чтобы была возможность быстро переехать в любой момент, в любую точку мира. Темпы глобализации росли, и границы между странами становились все более условными. В-третьих, люди стали больше задумываться об экологических последствиях консюмеризма. Постоянная гонка за обладанием вещами привела к оверпроизводству и ухудшению состояния экосистем. Идея, что можно совместно использовать одну вещь вместо производства многих ради сохранения ресурсов планеты, становилась все популярнее. Тем временем случился новый технологический прорыв, который подготовил почву для взлета экономики совместного пользования. С начала 90-х годов все больше людей получали доступ к интернету. И как только появилась возможность создавать веб-сайты, появились бизнес-проекты на базе сайтов. Сайты, где предлагалось что-либо в пользование, особенно поначалу, работали не на коммерческой основе. Сфера была новой, и пути монетизации проектов часто раздались в процессе, а не были продуманы до запуска. Но даже коммерческие проекты акцентировали внимание не на продукте, услуге, сервисе как таковом, а на опыте, который вы получите от его использования. Не обязательно владеть, чтобы получить экспириенс. И это очень важная деталь для понимания современного потребителя и шеринговой экономики в целом. Клиенты – это охотники за новыми интересными опытами. По статистике, трое из четырех потребителей предпочтут заплатить за экспириенс, нежели владеть чем-то. Последние тенденции поколения молодых людей, они не всегда покупают квартиру, они берут в аренду. Это выгоднее, потому что вложенные инвестиции 50 тысяч долларов сейчас, это нужно где-то их взять, достать и что? Завтра ремонт хочу новый, завтра кондиционер поломался, третий еще какая-то проблема случилась. Я возьму его там, не знаю, за 700 долларов в аренду, я буду эти деньги планомерно… Завтра мне поменялась работа, я поехал в другой город, там взял в аренду. А с этими 50 тысячами что делать? Не знаю. И так люди мигрируют, туда-сюда перемещаются, меньше оседлости стало. Соответственно, и шеринг самокатов – это принцип тот же самый. Молодежь, которая пользуется от 20 до 45 лет, это все равно молодежь, она не хочет владеть вещью. Она все-таки попробовала, понравилась, пользуется от случая к случаю. Тот же там шеринг, не знаю, там те же пауэрбанка, мы их не рекламируем, но мы про них говорим. Что сейчас происходит вообще глобально на рынке пауэрбанков? Бренды, там Xiaomi, ну и так далее и тому подобное. Огромное количество брендов, все их знают, пауэрбанков, да? И получается, сколько стоит пятитысячный пауэрбанк на 5000 мА, ну то есть там в интернете? Ну ориентировочно там 12 долларов в рознице, там 15 долларов в рознице, да? И сколько зарабатывает, если копнуть там сейчас к ритейлу, то есть сколько зарабатывает сейчас на этом ритейл? Например, какой-то супермаркет или продавец в супермаркете, глобальный супермаркет зарабатывает на пауэрбанке, который стоит 12-13 долларов. То есть он зарабатывает, ну там буквально 1 доллар, 2 доллара, 3 доллара, ну не больше. И здесь вопрос такой, а как сделать так, чтобы супермаркет начал зарабатывать не 2-3 доллара с пятитысячного пауэрбанка, а больше, а соответственно зарабатывать начал там 10 долларов, 15 долларов. То есть нужно, то есть уже в рынке пауэрбанков, в классической модели по типу купил там, произвел в Китае, привез и продаешь с полки, ну никак ты уже не заработаешь, чтобы ты там не придумал. Ну дизайн другой придумаешь. Потому что сейчас, например, популярные пауэрбанки с присосками. То есть есть там типа присосочки, и вот сейчас это типа тренд в пауэрбанках. Но опять же, ты не заработаешь там 20 баксов на пауэрбанке, ну никак. А запустив модель шеринга пауэрбанков и продажи пауэрбанков через приложение, но не самих пауэрбанков, а именно там голд аккаунта, голд подписки на год, вот таким образом ритейл может зарабатывать 15 долларов на пауэрбанке как минимум. То есть увеличить свой доход минимум в 2-3 раза, вот так. И когда к тебе приходят покупатели и говорят, я хочу пауэрбанк, то из 10 покупателей, если ты там 3-4 продашь это, то твоя маржа уже в среднестатистическая цифра увеличится там с 2-3 долларов, уже поднимется там до 6, да, просто продавая через модель шеринга. Самая большая ценность, которая вот мне кажется, вот лично для меня, разрядился пауэрбанк станций просто по всему городу, по всей стране. Ты находишь станцию, подходишь, разряженный пауэрбанк вставил, и ровно там за, не знаю, там в зависимости от скорости работы интернета, то есть в каждой станции установлена симка, от там 5 секунд до 20 секунд ты берешь новый пауэрбанк, и у тебя он уже заряжен. И у тебя телефон сейчас заряжен, он тебе не нужен. Но ты по факту берешь себе пауэрбанк, в карман заряженный положил, когда он тебе понадобился, ты его взял и зарядил, точно так же, как и свой. То есть зарядка происходит за 5 секунд. Концепция шеринг-эконами активно обсуждалась еще в 90-х годах. Но по закону рынка все начало активно работать в США и Европе в 2008 и 2009 годах, во время мирового экономического кризиса. Здесь сыграла роль ключевая идея шеринговой экономики сократить расходы для потребителя, которому что-либо надо, и получить дополнительную прибыль тому, кто готов этим поделиться. В кризис это заработало с новой силой, даже в сегменте люкс. Вплоть до сегодня шеринг работает в люксе. Владельцы частных самолетов, яхт, дорогих машин предоставляют их в пользование, а другие берут в краткосрочную аренду. Философия шеринговой экономики базируется на доверии. Это подробно описано современными исследователями концепции совместного потребления. Рэйчел Боцман и Ру Роджерс рассмотрели вопрос доверия в контексте шеринг-экономики в книге «What's money is yours?», изданной в 2010 году. Это спровоцировало волну обсуждения среди экономистов, бизнесменов, журналистов. Одни уверены, что доверие – валюта будущего. И чтобы обеспечить доверие к воде, еде, дому, большому количеству людей на планете, просто необходимо делиться. Другие же настаивают, что обладатели ресурсов не делятся ими, а используют их в обычных бизнес-транзакциях, получая за это деньги. И, мол, даже сам термин «шеринг-экономи» – неправильная формулировка. Так или иначе, используя шеринговые платформы, лучше быть готовым к сюрпризам. Это как автостоп. Нельзя заранее быть уверенным в попутчике-незнакомце. Есть самые неочевидные вещи, на которых можно зарабатывать на аренде. Например, шеринг, оказывается, есть ноутбуков. Рома Ромащенко занимается этой темой. Ром, привет. Привет. Ром, расскажи, как ты вообще занялся арендой ноутбуков? С чего пришла идея? Откуда это пришло? И собираешься ли ты это развивать до десятков тысяч ноутбуков в Киеве? Ну, идея пришла от клиентов. Точнее, даже не идея, а запрос. Мы вообще занимались и занимаемся продажей техники. И в основном это был трейд-ин для компаний. То есть их старую технику выкупаем, новую продаем, старую потом оптом тоже продаем. И как бы заметили, что одни и те же компании у нас раз в год, раз в полтора года делают апгрейд и теряют на этом деньги. И сами же эти компании спросили, ребята, может, вы сделаете там какой-то, просто мы будем брать в аренду? Ну, сели, прикинули математику, интересно, и погнали. Сколько сейчас ноутбуков у тебя в парке, так сказать, в парке твоих машин? Ну, именно которые сданы в аренду, там до ста. Не тысяча штук пока. Сколько стоит у тебя арендовать ноутбук на месяц? Как это работает, расскажи. Смотри, мы арендуем, сдаем в аренду как новые ноуты, так и бушные. Если мы говорим о бушных, то там хороший ноутбук, не знаю, где-то 3-4 летней давности будет стоить гривен 700-800 в месяц. Сюда будет включено уже полностью все обслуживание, гарантия. Если там что-то сломалось, тебе просто ноут дают другой. То есть, типа страховка, да? Да, да, да. Ну, за исключением, если ты там его уронил, конечно же, тут как бы тварино. Если что-то ломается, то есть ты получаешь фактически гарантию на бушную технику, пока и пользуешься. Сюда же включается лицензионный Windows уже. То есть, мы только с лицензионными пророками сдаем, это уже в ходе стоимости. Так, пробуем вот этот. Пробую, скачиваю приложение. О, здесь сразу бросает на App Store. То есть, нет лишнего вот этого перехода. Потому что в том самокате, получается, мне нужно, оно сначала бросает на страничку, потом на App Store. Разрешить, разрешить, разрешить. Так, здесь у меня просят сколько-то денег. О, и здесь есть Apple Pay. Так, Apple Pay. Нажимаю, 100 гривен. 100 гривен у меня сняло. Ну, теперь ты один из этих. Погоди. Все, я теперь один из этих, понял? Так, нажимаю конец поездки. Закрывать. Сфотографировать. Оценить поездку. Все, супер. Слушай, ну, здесь реально это все быстрее получается. Короче, вопрос ПО. В том, что максимально пользователь, если что-то хочет взять в аренду, мог это быстро сделать. Но у нас, на самом деле, в Power Bank тоже нет Apple Pay. И я знаю причину, почему так. Но я не понимаю, почему в самокатах они не сделали Apple Pay. Почему мы не можем сделать Apple Pay? Потому что у нас могут быть разные суммы. То есть, получается, человек взял, и может Power Bank не возвращать там 3 дня, 4 дня, 5 дней. И мы не знаем сколько, а MasterCard, Visa не позволяют списывать там суммы, какие попало просто. Допустим, вот я знаю токен-карты, допустим, там, Ромы. Я могу с него снять там 2000 гривен. Да, я так не могу. То есть, я должен снимать деньги на основании правил, которые он подписал. И, соответственно, Apple Pay можно оплатить. Там, например, есть конкретная сумма. Там 100 гривен, как с меня только что сняли. Я вижу сумму 100 гривен, и оплатить могу 100 гривен на Apple Pay. Но чтобы самостоятельно снимать, у Apple Pay нет такой функции, получается. И они придумали, вот эти самокаты придумали такой вариант. Хотя здесь можно придумать точно так же. В чем сложность у нас с Power Bank? Что если мы поднимем уровень там суммы, если мы поднимем чек. Допустим, Power Bank стоит 500 гривен, и мы будем снимать 500 гривен. То мы уменьшим количество клиентов просто там в разы, в разы. То есть, студенты не смогут пользоваться. Обычно у студентов сколько на счету? 40 гривен, 50 или 60. Ну, у некоторых, конечно, может быть, чуть побольше. Не знаю, которые там на еликах гоняют в час ночи. Но таких не сильно много. С каждым годом стартапы, использующие модель шеринговой экономики, появляются в новых и новых сферах. И не только материальных. Первые сферы, где масштабно заработала шеринг-модель, это каршеринг и райдшеринг. Сервисы, где можно арендовать автомобили и искать попутчиков в поездке. От BlaBlaCar до Uber. А также шеринг жилья. Самый яркий пример – это Airbnb. Именно основателей Airbnb часто считают пионерами шеринговой экономики. А началось все с того, что двум приятелям в Калифорнии не хватало денег на аренду квартир. И они решили сдавать место на своем надувном матрасе из прибыли оплачивать ренту. AirBet & Breakfast – надувной матрас и завтрак – вскоре стал стартапом и привлек инвестиции от фондов. Теперь компания Airbnb стоит больше, чем отельная сеть Hilton. Также быстро освоили шеринг в логистике. Совместное использование складов и транспорта для различных грузов оказалось вин-вин-стратегией. Логистические компании сократили расходы, ведь им не нужно открывать собственные отделения, а выгоднее стать реально частью сети. Например, в Европе у DHL есть свой стартап по шерингову использованию транспортных средств. Схема прибыли – процент с каждой транзакции. Это уже классическая схема в шеринг-экономике. Для частных лиц тоже есть сервисы, где можно найти помещение для хранения вещей или парковочное место, которыми готовы поделиться те, кто это не использует. Один из принципов шеринговой экономики – не используешь – значит теряешь. Но прокат далеко не всех вещей может успешно работать как бизнес. Пример китайского стартапа Шеринг и Умбрелла тому подтверждение. Компания предлагала поминутную аренду зонтиков. Все работало по схеме проката велосипедов и самокатов. Через приложение для смартфонов – арендовать зонт. Зонты висели на стендах возле станции метро и автобусных остановок. Нужно было оплатить небольшой депозит, и дальше бралась плата за каждую минуту. На зонтах не было GPS-трекеров. Через несколько недель после старта работы пользователей в 11 городах не вернули на стенды 300 тысяч зонтов, с которыми запускалась компания. Куда важнее зонта для современного человека Wi-Fi. Если вы хоть немного путешествовали, то знаете, как бывает критично найти глобальную бесплатную сеть Wi-Fi? Например, iPhone. Там, где любой Wi-Fi в принципе редкость. А вот где доступ к Wi-Fi у must-have, так это в каворкингах, в которых компании или фрилансеры платят за аренду рабочего пространства. Каворкинги напрямую связаны с развитием шеринг-экономики. И стартаперским духом, и по чисто практическим финансовым соображениям платить за аренду офисных помещений менее выгодно, чем за аренду готовых рабочих мест. Кто у тебя клиент? Это программисты, которые работают в каворкингах? Это какие-то компании, у которых есть штат людей. Кто это? Больше это компании, у которых есть штат людей. Особенно это компании, у которых какие-то проектные люди приходят. Например, там надо поработать три месяца, полгода. И для того, чтобы не ложить эту технику на склад, проще, конечно, взять в аренду. Какая математика примерно? Как быстро отбивается ноутбук, если ты его сдаешь в аренду? Отбивается до полутора лет. То есть полтора года и ноутбук? Если мы говорим про новые ноутбук. Если это БУ-техника, то месяца восемь, наверное. Принимаешь ли ты инвестиции к себе? Или пока используешь только свои деньги? Пока использую свои, но в планах обкатать полностью схемы и брать тогда инвестиции. Какая операционка у тебя? То есть ты сдаешь в аренду ноутбуки, то есть ты ежемесячно им звонишь, выставляешь счет, просишь оплатить. То есть как это работает? В принципе, сейчас, поскольку еще не очень много клиентов, потому достаточно просто. Бухгалтерия выставила раз в месяц счет, приняли деньги и все. Есть у нас там телефон поддержки. То есть если там какие-то технические вопросы звонят, либо удаленно подключаются, админ решает. Если нельзя решить, то делаем ченч. Если не платят, пока еще не было таких случаев. А если убегают с ноутбуком? Слушай, мы же сдаем компаниям, не физлицам. Вот здесь есть сложность, пока я не придумал, как сдавать физлицам. В конкретно в ноутах я пока не знаю и не вижу, как можно обезопасить меня, как владельца этой техники, чтобы просто кто-то не взял подмышку и не пошел домой, не сказал спасибо. С помощью интернет-платформ, работающих по принципу шеринговой экономики, можно получать не только определенные материальные вещи в пользовании, но также получать знания и обучаться навыкам. Например, учить через приложение иностранный язык, регулярно общаясь с носителем языка, к которому оплачивается коммуникация со студентами по часовой. Курсера и Skillshare – одни из самых известных образовательных платформ экономики совместного пользования. На Skillshare каждый может стать студентом и предложить свои услуги как преподаватель. Суть в том, чтобы за несколько недель или месяцев освоить либо помочь освоить что-то новое от вязания шарфов до верстки сайтов на доступных тысячи учебных программ. А если вы не готовы чему-то обучиться сами, или у вас попросту нет времени на выполнение какой-либо задачи, всегда можно найти работника по запросу. Десятки приложений ориентированы на поиск специалистов разного профиля, но больше всего спрос на выполнение мелких бытовых заданий. Выгулять собаку, починить кран, съездить за покупками. И тут, конечно же, нельзя не упомянуть курьерский бум. За последние пару лет в нашем рынке взлетели сервисы по доставке еды из ресторанов и продуктов из супермаркетов. Цифра, можешь ли ты поделиться, какое количество пользователей на сейчас? 270 тысяч пользователей на текущем. На сейчас? Ну, где-то там пару дней назад. Пользователей или аренд? Нет, аренд 465 тысяч. Как быстро окупается? 3-4 месяца. Велосипеды прокатные год, сезон и отбился. То есть самокаты интереснее? Даже с этим самым, с вандализмом, даже с крадишками, даже с утопленниками, даже там, не знаю, со всеми фокусами и негараздами. У вас, получается, батарейка отдельно снимается и заряженная ставится. То есть я правильно понимаю, что вы по городу ездите не самокаты, там, меняете, заряжаете, а просто меняете в самокатах батарейки? То есть одно из ваших преимуществ – это перезаряжаемые батарейки? А, получается, у конкурирующих некоторых компаниях, то есть как, они, получается, самокаты забирают, везут, заряжают? Да, да, это больше времени, это больше, ну, у ребят, у грузчиков, там, у водителя, ну, там, такие банки, короче. Какое пламя сегодня? Как всегда, собирать самокаты, менять батарейки разряженных, делать ребаланс, выставлять ближе к центру, чтобы люди пользовались. А у нас две машины ночью работают, то есть мы смотрим, когда, как самокаты постоянно катаются, они же не просто стоят, вот, то мы те, которые, там, дальше, крайне, в дворах стоят, мы их собираем, ну, блюз параллельно, как бы, меняем батарейки в тех, у которых меньше 40%, чтобы им можно было воспользоваться. Вот, забираем их понемногу, потом в центре выставляют, там, Крещатик, Софиевская, Михайловская, ну, такие, прицентральные зоны самые. Потому что, когда там выставляешь самокаты, люди, ну, буквально в течение, там, 50-ти минут их забирают. Какая самая дальняя точка, где у них был самокат? Самая дальняя? В прошлом году с Житомира вылавливали. Да ладно, серьезно. Причем гнались за машиной. У нас, получается, GPS-трекеры в них стоят, вот. Ну, я увидел перемещение, вот, звоню водителю, он как раз там недалеко проезжал, говорю, так и так, типа, там самокат движется, хотя он по приложению закрытый. Ну, он за ним едет, а он начинает двигаться в сторону Житомирской трассы, выехал, ну, он за ними ехал. Причем, со скоростью ехал он где-то 170 км в час. Там ориентировку передали, уже мы патрулям. Вот. И они уже нам, как бы, помогли, словили на окружной Житомира. У нас есть специальная программа, в которой мы смотрим координаты самоката. В нем указывается заряд и его местоположение. Вот самокат, я его уже открыл. И, соответственно, перевозим его к машине. Так, а чем закончилась история в Житомире? По ориентировке остановили человека на машине, у которого был самокат. Вот. Наш бус подъехал. Ну, и, соответственно, статья, суд и так дальше, да. Ну, слава богу, в этом году поняли. Люди уже, что, в принципе, с этими самокатами ничего не сделаешь, никуда их не сдашь. И уже за этот год, ну, на самом деле, ни одного такого случая вандализма, по сути, не было. Были и мелкие хулиганства, то, что их били. Но именно вороста, как такого, не было. Получается, за битье ответственности нет, да? Если доказать его, если по камерам отследить, то есть. Но, сами понимаете, что это достаточно проблематично. Так, на этом самокате, смотрите, у нас разряженная батарейка. Соответственно, мы ее меняем. Это тоже все делается через приложение. Мы открываем батарейный отсек. Вынимаем старую батарейку. И ставим новую. Ну, и, в принципе, направляемся дальше. Доступ к гаджетам и интернету 24 на 7 сделал нас, как потребителей, более требовательными. Возрастает востребованность кастомизированных сервисов. Все чаще потребители склонны выбирать локальные компании, а не большие корпорации. Если раньше считалось, что шеринг-экономика построена миллениалами для миллениалов, то сейчас успех многих стартапов по шеринговым моделям зависит именно от зумеров. А сегмент экономики шеринга, например, в Европе, растет каждый год более чем на 35%. Эксперты международных консалтинговых компаний прогнозируют, что к 2025 году половина мировой экономики будет задействована в совместных моделях потребления. К этому времени драйвером общего потребления станут именно зумеры, рожденные в конце 90-х – начале 2000-х годов. Они более предприимчивы, чем предыдущее поколение, ценят свободу и мобильность еще меньше, чем миллениалы, сосредоточенные на накоплении вещей. Для зумеров схема «покупаешь-выкидываешь» не актуальна. Ведь они растут на культуре ресайклинга, при них стала нормой делать товары, продукты так, чтобы была возможность их переработки. Ориентация производств на ресайклинг породила более глубокие ре-тенденции в экономике. Редизайнинг и ресинкинг, которым подвергаются все больше привычных вещей. Зумеры супероткрыты к новым опытам и сервисам. Их родители рассматривали шеринговые интернет-платформы скорее с прикладными целями – куда пристроить лишние вещи или как организовать поездку, не имея собственного авто. Зумеры же в интернете строят и ищут комьюнити. Шеринговые приложения для них – это прежде всего возможность стать частью определенного сообщества и тренда. И еще одна важная тенденция, также подогреваемая зумерами – ориентированность экономики на растущий спрос потребителей на контент. Помимо уже традиционных секторов шеринг-экономики, совместного использования автомобилей и поиска персонала, ключевыми секторами стала потоковая передача видео и музыки. Здесь каждый год взлетает все больше стартапов. Шеринг-экономика меняет классические бизнес-модели. Алибаба не ведет собственной торговли, а у Мазон нет своих физических магазинов. Модель работы Uber дала название термину «уберизация экономики». То есть возрастает количество компаний, которые из поставщиков конкретных товаров превращаются в поставщиков сервисов. Подобно Uber, который предлагает не сам автомобиль, а сервис-услугу по перемещению из одного пункта в другой. По сути, компании выступают агрегаторами предложений. А сами продавцы-поставщики не являются их сотрудниками. Работа налажена как полностью автоматизированный онлайн-сервис. Происходит сокращение издержек на обслуживание и, как следствие, более низкие цены на товары и услуги. Чем больше успешных компаний по шеринговой модели в сфере, тем больше они влияют на рынок. Рынок к этому влиянию не всегда готов. Особенно, если речь идет о старых, относительно стабильных сферах, где работает государственное регулирование. Так случилось с тем же Uber во многих странах. Сначала все ограничилось протестами таксистов, которые годами работали на территории, куда ворвался Uber со своим приложением. Компания позиционировала себя как информационный сервис. Но, например, в Европе дело дошло до суда, и Uber признали транспортной компанией. Предоставление услуг в сфере транспорта – это уже другая зона ответственности. И другое регулирование, в том числе, касается налогов. Еще один громкий кейс, связанный с компаниями шеринговой экономики и госрегулированием, касается аренды жилья. В Берлине и Барселоне, где туристы активно пользовались сервисами Airbnb и HomeAway, власть запретила кратковременную аренду жилья. Так пытаются вернуть в бюджет часть доходов от туризма. Вообще, это довольно-таки острый юридический вопрос. Должны ли те, кто дает в пользование разные вещи и владеет ими, платить налоги с дополнительного дохода? Если должны, то как это считать и каков должен быть размер налога? Пока что большинство европейских стран находятся на этапе разработки и обсуждения законопроектов, которые урегулируют этот вопрос. От страны к стране власть и бизнес по-разному воспринимают экономику совместного потребления. Менталитет и культурные традиции очень важны, даже несмотря на быструю глобализацию. В Китае шеринговая экономика поддерживается социальным государством. Поэтому там так развиты сервисы по аренде самых разных вещей. От велосипедов до индивидуальных мест для сна. В Великобритании активно поддерживают стартапы, которые выполняют важные социальные функции. Например, сервис помощи по дому для пожилых людей. Подскажи, самый популярный вопрос, наверное, к тебе. Сколько украдено? Сколько украдено? Это самый популярный вопрос украинцев. А сколько украдено? А сколько утоплено? А сколько посажено людей? Сколько посажено людей? Можно сказать, сколько посажено деревья, но посадкой людей мы не занимаемся. Слава Богу, есть парафия, которая отвечает за это, и мы отдаем им первенство. Пускай это монополия государства. Мы занимаемся развитием бизнеса и непосредственно самокатов. Поэтому нам интересно действительно, чтобы пользователи наших нормально катались на наших самокатах. У нас достаточно хорошие модели, лучше, чем те, которых много, о которых ты говоришь. Мы называем вот это вот самокатами, а вот то, что многое тоже похоже по цвету на наше, то называется палка с двумя колесами. У нас мягче, у нас рессоры, и мы даем непосредственно клиенту больше сервиса и безопасности. Еще и страхуем каждую поездку. То есть если я упал, то страховая мне денег. То я тебе трубку не возьму, извини. Нет, мы передаем безусловно такой случай страховой. Страховой случай рассматривается. Мы подтверждаем каждому, тот, кто обратился, что такая поездка действительно была. И страховая рассматривает какие-то, если были, не дай бог, вмешательства со стороны бинтика, ватки и спиртика, то они покрывают тебе эти вопросы. Все-таки сколько было украдено? Ты украинец, да? Да. Значит, по нашим подсчетам, это то, что мы, ну, ситуация может меняться, безусловно. Вместе с экономической в стране, да, около 13 штук всего-навсего. А, ну так это немного. Какой самый трешовый был случай, о котором ты мог рассказать? У нас был случай в Одессе на трапе здоровья. Чуваки на самокате сидели на дереве, где-то на уровне второго этажа и нажимали там кнопочки. То есть вы их по геопозиции? Ну, их сфотографировали, потом сделали видео, пацаны, как вы тут, да, там, пацаны, я не знаю. А могу ли я украсть ваш самокат и потом пользоваться им, кататься на нем как-то сам? Ну, смотри, потенциально, да, это типа табу нельзя говорить. Потенциально можно украсть, но это как украсть маршрутку. То есть, да, она будет там черного цвета, но все будут понимать, а он на маршрутке ездит, а дурак и все остальное. Поэтому рано или поздно такие вещи вычисляются. Количество вандализма в Украине, если, например, сравнить Украину с Францией или с другими какими-то европейскими странами, мог бы ты здесь сказать, где больше? Обладая знаниями, потому что там с компанией Nextbike долго сотрудничаю и понимаю то, как происходит там тот же сервис за рубежом, в Украине не наибольшее количество вандалистов. То, что я добился процента по кражам по BikeNow, когда работал там, это 3% за год. Это самый смешной показатель, потому что это реально очень низкий. Мы, когда бизнес-модель с коллегами бывшими своими счетами, мы закладывали модель 20%. То, что воруют, понятно, но а что они дальше с ними делают? Вот, например, спортбанками вообще, то есть они с ними ничего это сделают. Вот что делают, что они теоретически могут делать с этими самокатами? Ну, мы находили наши батарейки на продаже в Чернигове. Вот там одну батарейку женщина продавала. Ну, у меня, знаешь, какой случай еще воровства был, кстати, интересно, у нас числилась пропавшей, вот есть две станции за весь период, которые пропавшие. Одна, то есть все знают, я там постил это в соцсетях, а вторая, вот просто испарилась без вести, непонятно где она была, она была в Одессе, потом ее заменили и вот просто испарилась. И вот где-то недельки три назад мы ее обнаружили на OLX, да, то есть ее не было и спустя... OLX помогает развиваться вашему бизнесу, какой бы он ни был. Спустя где-то четыре месяца она появилась на OLX, коллеги позвонили, соответственно, попробовали сразу купить, чтобы фамилия, имя, скажем так, сразу была. И выяснилось, что эту станцию, как типа нерабочую, отправили из Одессы в Киев на одного из моих коллег, неправильно указали номер телефона. Она лежала на одном из перевозчиков, не буду говорить какого, и спустя несколько месяцев на складе ее типа должны были утилизировать, но она, то есть весь этот товар, который, то есть не забирают, отправляют на какой-то аукцион. И вот один из этих вот парней, который продавал ее, он на аукционе купил целую палету с перевозчика, где была наша станция, и, соответственно, за какую-то сумму. И вот мы с ним поговорили, он говорит, ребят, ну я же за это деньги заплатил, ну получается, что он как бы типа тоже типа прав, ну то есть все официально, он купил, оплатил по безналу перевозчику. Ну это, я могу сказать, его неудачное вложение в пауэрбанке, нужно было через тебя вкладывать, ты знаешь, как эта бизнес-модель работает, и можешь рассказать больше. Поэтому, если у этого парня еще есть деньги, ты обращайся к Артюму. Какие ты видишь тенденции вообще в шеринге, там, в самокатах, великах, еще в чем-то? Я смотрю, что это будет расти еще как минимум 3 года, рынок даже на 10% вообще не заполнен, это только вот даже начало-начал, то, что мы уже год назад заходили, это только начало-начало, в связи с этим большой бум сейчас поперли всех, кто кому не лень, да, но мы отметим, что к концу года останется 3-4, да, и потом они начнут конкурировать между собой. Ну там дальше просто уже игра каких-то там маркетингов и все остальное. До этого рынок должен дорасти, то есть рынок в любом случае будет дальше развиваться, развиваться, развиваться. Мое мнение, что тема шеринга сейчас, Леша говорит там, что разве сколько там, 10%, я думаю, что сейчас буквально это там процент, дай бог, чтобы он сейчас был развит, я думаю, что и то, наверное, меньше. Очень неразвит рынок шеринга. Мы когда садились, считали, где можно поставить, допустим, станции с пауэрбанками, то мы насчитали больше 60 тысяч точек в Украине, где можно поставить станции с пауэрбанками. Потом, спустя время, когда мы уже получили опыт, начали расставлять, мы поняли, что этих точек сильно больше, то есть минимум там в несколько раз этих точек больше. Мышление мир меняется настолько, что многие люди не отстреливают до конца вообще, как работает шеринг, зачем нужны там пауэрбанки, зачем нужно брать в аренду самокат. То есть просто пока не отстреливают. Ну а как бы к ним в процессе эволюции это дойдет. Так вот, многие люди просто ставят у себя дома станцию, потому что там у кого там семья, да, потому что реально это удобнее, чем покупать зарядки и шнурки. То есть если посчитать математику на зарядки и шнурки всей семьи, то можно понять, что выгоднее купить станцию и поставить у себя дома. И ты можешь перемещаться по всему городу, ну типа там где-то взял, к себе привез, у тебя всегда по другой пауэрбанке, он всегда заряжен. Так вот, еще один самокат, за которым мы пойдем. Ну у нас есть зона, где можно ездить, а есть зона, где можно парковаться. Это все указано в приложении. То есть в дворах парковаться запрещено. Ну как бы не отминает того, что люди иногда паркуются, но именно как-то регулировка правил парковки есть. В принципе процентов 80 пользователи ее придерживаются. Ну типа нету такой программы, что вот она не дает тебе зато аренду. Да, она не даст ей закончить, если ты не в зоне для парковки. Ну это еще нормально. А они под мостами валяются возле Днепра? Это конечно да, неудобно. Вот кстати можете посмотреть, что с ними случается. Достаточно такая распространенная поломка, выпадает и вот. Быстрее всего после встряски хорошей, если по брусчатке быстро ехали, либо куда-то ударились. Такие самокаты соответственно мы забираем на ремонт. Уже тут вопрос в том, что Киев достиг своего максимума по пропускной способности автомобилей. И как бы в этом есть смысл, потому что на самокатах можно перевезти больше людей, чем на автомобиле. Ну еще конечно общественный транспорт хороший не помешал бы, но то уже такое. Если будет автоматическая система фиксации оплаты парковки, то многие люди, которые ездили на машине до этого на работу, на которой просто сидят например в офисе 8 часов, то они еще раз задумываются о том, нужно ли им брать машину и платить там относительно 150-200 гривен за парковку, это в лучшем случае, и пересят на общественный транспорт. Соответственно общественного транспорта будет больше спроса, они смогут закупать новый автопарк, улучшить качество перевозок, это увидят другие люди, ну и как бы уже дальше цепочка пойдет. Ну это конечно все в идеале, у нас в идеале ничего не бывает. С новыми технологиями в нашей жизни поменялось очень много. То как мы работаем и какие ценности разделяем, какие бизнесы создаем и какими сервисами пользуемся. Бессмысленно отрицать, что шеринг экономика заставляет нас переосмысливать подходы как к потреблению, так и к ведению бизнеса. И тут есть два пути. Первый – страница шеринг моделей, сомневаться в их эффективности и эко-френдли и вин-вин потенциале. Второй – тестировать шеринговые платформы в качестве потребителя и поставщика, трансформировать свои потребительские привычки и подход к бизнесу.